Друзья, посмотрите, вот такая красота у меня получилась! Всем огромный привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой кулинарный канал! Сегодня я с вами поделюсь невероятно легким способом приготовления кабачковой икры. Мы просто крупно нарежем овощи и забудем о них на полтора часа. Через полтора часа великолепная, обалденная, вкуснейшая, абсолютно ничем не отличающаяся от икры, приготовленной традиционным способом, икра у нас с вами получится. Мы с Алексеем уже продегустировали ее на нашем мукбанг-канале, ходили прямо на пляж у моря, дегустировали. Ссылочку на наш мукбанг-канал оставим внизу в описании под этим видео. Переходите, дегустируйте вместе с нами и готовьте тоже вместе с нами. Также, кто еще не знаком с нашим семейным каналом, ссылочка внизу в описании под видео. Переходите, знакомьтесь, добро пожаловать! Будем рады видеть каждого из вас. Ну а сейчас оставайтесь со мной, я вам подробно расскажу, как самым легким способом приготовить самую обыкновенную традиционную кабачковую икру. Мы начинаем! Чтобы приготовить вкуснейшую кабачковую икру, нам потребуются кабачки. Здесь у меня 5 кабачков, общим весом 1,2 кг. Также нам потребуется 800 грамм помидоров, 800 грамм красных болгарских перцев и 400 грамм репчатого лука. 150 миллилитров растительного масла, соль и паприка по вкусу. Я возьму 2 чайные ложки паприки и 3 чайные ложки соли. Для начала нам необходимо нарезать овощи. От кабачков мы срезаем несъедобные части и просто крупно нарезаем толщиной примерно 1,5 см. Если кабачок широкий, можно еще разрезать пополам и, соответственно, полукрубочками, да, вот так нарезать. Вот здесь хвостик несъедобный, тоже срезаем. Вот таким образом крупно нарезаем кабачки. Далее берем форму для запекания. Можно прям в противне готовить. И отправляем в форму наши кабачки. Таким образом сейчас поступлю с оставшимися кабачками, затем покажу, что делать дальше. Кабачки у меня нарезаны, пока их убираю в сторону. Далее на очереди у нас болгарский перец. Болгарский разрезаю пополам. Удаляю семена, плодоножку и перегородки. И болгарский также разрезаю крупно по 1,5-2 см. И также отправляю сверху на наши кабачки. Таким образом сейчас поступлю со всем болгарским перцем. Болгарский у меня тоже нарезан. Вот так немножко утрамбую, чтобы у меня овощи поместились. Дальше на очереди у нас помидоры. Помидоры тоже разрезаю крупно пополам. Удаляю вот эту несъедобную часть. А потом просто вот такими крупными дольками. Наша задача, чтобы овощи поместились в форму для запекания. А дальше у нас просто овощи будут томиться в духовке. Это значительно облегчает труд, нежели мы готовим икру кабачковую или баклажанную. Точно по такой же аналогии можно приготовить баклажанную икру. Немножко у меня будет с горой, ничего страшного. Все овощи все равно потеряют в объеме и спокойно поместятся в форму для запекания. Далее у нас на очереди остался лук. Лук разрезаем точно так же, как помидоры. Сначала пополам, потом вот такими дольками крупными. И сверху вот так на остальные овощи укладываем лук. Все, друзья. Дальше нам необходимо посолить, поперчить. Вернее, мы не перчим, а паприкой посыпаем. Значит, у меня 2 чайные ложки паприки, столь по вкусу, учитывая количество ингредиентов. Я положу 3 чайные ложки и 150 миллилитров растительного масла. И убираем в заранее разогретую духовку до 190 градусов примерно на полтора часа, а то и на час сорок. Чуть позже покажу, что у меня получится. Итак, друзья, прошло у нас ровно 1 час 40 минут. В итоге вот такие жухлые, слегка подгорелые овощи у нас с вами получились. В процессе готовки я поняла, что овощам в моей форме для выпечки было очень тесно, поэтому я их распределила равномерным слоем на противень. Дальше нам необходимо все пропустить через блендер. Дальше я беру ту же самую форму, в которой изначально у меня овощи были, и из противня перекладываю. Овощи уже потеряли в объеме, выделили сок. Поэтому, в принципе, теперь поместятся. Мне необходимо все это делать теперь блендером довести до пюреобразного состояния. Смотрите, друзья, весь сок из противня я не переливала в формочку, потому что сейчас буду консистенцию регулировать именно постепенным добавлением сока. Просто погружным блендером все перемалываю. Все, друзья, посмотрите, вот такой консистенции у меня получилась икра. Абсолютно не нужно добавлять жидкость из противня. Просто выбираем только овощи, пропускаем через блендер. И вот так легко и просто, без особых трудозатрат, мы получаем очень вкусную, много очень вкусной кабачковой икры. Точно по такой же аналогии можно приготовить баклажанную икру. Единственное, я уже пригласила продегустировать икру Алексея. Он сказал, что очень вкусно, чуть-чуть не хватает остроты, поэтому без горки одну чайную ложку перца кладу и все хорошо перемешиваю. Вот такая замечательная у нас с вами получилась икра. Все, друзья, икра готова. Дальше мы ее перекладываем в контейнер, остужаем и убираем в холодильник. Вот такой консистенции она получилась. Посмотрите, если вам покажется, что консистенция жидковатая, значит слегка еще слейте сок из овощей и перемалывайте только одни сплошные овощи. Все, друзья, все это дело остужаем, убираем в холодильник. И завтра вместе с Алексеем и вместе с вами, прямо на пляже будем дегустировать эту вкуснятину. Друзья, посмотрите, вот такая красота у меня получилась. Очень аппетитно выглядит. При том, что в этой икре ни грамма моркови нет. Вот такая консистенция получилась. Посмотрите, мы уже с Алексеем попробовали. Это очень вкусно. Что-то напоминающее отдаленно лютеницу, что ли. Безумная вкуснятина. Рекомендуем на 100%. Готовится легко, практически без вашего участия. И эта икра совершенно не отличается от той, которую мы привыкли готовить традиционным способом, где по отдельности обжариваются все овощи. Мы с Алексеем сейчас пойдем на пляж. Все это дело будем дегустировать у моря. Ссылочку на канал с дегустацией оставим внизу в описании под этим видео. Переходите, дегустируйте вместе с нами и готовьте тоже вместе с нами. Ну, а это видео буду заканчивать. Если видео понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания. А также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Приходите еще. Увидимся снова. Субтитры сделал DimaTorzok